всем привет из киева столицы украины с вами виктор фурсов сегодня 14 мая 2019 года одиночная пчела сегодня мы поговорим о отличиях одиночных пчел и социальных пчел медоносной пчелой как вы видите вот эта пчела она чем-то отличается от медоносной пчелой хотя очень похоже здесь сейчас май сейчас появилось много цветов и надо вы можете заметить разных пчел на цветах вот эту челку мы посадили в баночку только что такого растения как пастушья сумка и сразу мы замечаем какие же отличия вот этой вот пчелы от медоносной пчелы которые мы покажем параллельно следующем сюжете во первых мы наблюдаем что она какая-то черная и действительно это она не испачкающаяся в пыли у нее очень сильный такой черный окрас она пытается правда выбраться но как-то и не удается вертикально здесь крышка и напрямую приходит теперь внимание на ее задние лапки ведь первая пара лапок 2 3 мы видим они какие-то белые белые и желтые казалось бы что это не испачканы в пыльце да в принципе они могут быть испачканы в пыльце в пыльце растений потому что она летала на беленькой пастушьей сумке но она тут уже очень активненько все себя счистила и осталось только маленькая грязючка от ее собранной пыльцы а это ее волоски на задних лапках на бедре и на голени и даже на члениках лапок бедро и голень да белые такие белые желтоватые щеточки и в этом ее очень резкое отличие от медоносной пчелы у которой все устроено немножко не так у нее нет таких такой щетки белых волосков зачем ей нужна эта щетка конечно же именно для того же для чего медоносной пчели для сбора пыльцы только адаптация совершенно другая видим что черно-белые черно-желтоватые лапки и это вовсе никакая не пыльца это реальная такой окрас этой пчелы и это реально ее волоски сейчас приближаем она чуть-чуть становиться видите какая белая задняя лапка первой щенник лапки большой следующий маленький а бедро и голень с огромным опушением я точно не знаю видового названия этого вида одиночной пчелы поэтому я проконсультируюсь с экспертами со специалистами и потом напишу видовое название в описании это будет очень любопытно потому что она резко отличается тех колитит которые с рыжей грудкой которые я уже показывал пчелы очень любит чистится у неё на спинке пыльца она чистит свои усики челюсти и конечно же тело и крылья крылья вот видим очень хорошо заднюю пару ног справа и слева обе ножки очень красивым так он щеточкой еще чуть-чуть она уже успокоилась чуть-чуть будет возможность если она будет спокойном состоянии покажем ее еще покрупнее крупным планом вот она вот вот видите 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 она исчищает себя пыльцу остатки пыльцы потому что она необычной ситуации куда-то попала замкнутое пространство в баночку я прежде всего нужно очиститься с тем чтобы правильно летать потому что иногда попавшие пыль и просто из воздуха она мешает крылья мешают тело поэтому она очень быстренько очищает себя остаточки пыльцы сбрасывает фактически свою принесенную обложку и потом будет активно передвигаться видим очень похожие движения как у медоносной пчелы 1 1 и счистил от себя пыльцу но задние ножки так и остались такие красивые опушенные очень сильно опушенный с шипиком на воле не на второй часть вот вот увидим что лапка и воли и конечно корзиночки такой как у типичные медоносной пчелы нет письме лиферы от из цена на синдик у нас нету коллекции не можем пока показать будет возможность показать апис индика покажем апис царана очень похоже на апис мелифера на медоносную пчелу а вот видите одиночные пчелы критически совершенно не похожи это я беру причем ту пчелу которая по размеру практически совпадает с медоносной пчелой но и строение даже на первый внимательный взгляд оказывается совершенно другим во первых у меня совершенно другой окрас не говоря уже строение крылышка который часть требует тщательного осмотра а вот задние голени бедро и голень задней лапки целиком имеют совершенно другое строение очень специфической щёточкой на бедре и на голени для сбора пыльцы спасибо за внимание и первые здесь возможности когда пчелка немножко успокоиться мы не покажем еще более крупным планом покажем ее голову а пока спасибо за внимание ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы как она будет чиститься мы посадим и покажем еще крупным планом как она даже на мёд и совершенно не реагирует если она слишком возбужденном состоянии кстати говоря она может немножко и жалится она жалится не больно но немножко ужалит такой будет болезненное ужаление как у медоносной пчелы жало не вырвется из тела это еще такое типичное отличие оно осенькое но аккуратненько и ужалит может быть тоже отдельно покажем спасибо за внимание подписывайтесь на канал пока пока а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова